Виолетта и Антонина дружили с самого детства. Ходили в одну группу в детском саду. Там и познакомились, однажды заговорив в песочнице о любимом мультфильме, что показывали по телевизору. И с тех пор девочки стали водой не разольешь. К тому же немногим позже выяснилось, что они еще и живут по соседству. Когда Тоня и Виолетта стали постарше, очень много времени они проводили в своем дворе. Гуляли по своему небольшому городку, в котором все друг друга знали. Конечно, с годами отстроили новые районы, город расширился и перестал казаться таким уж маленьким и безопасным. Но в тот период времени было именно так. А может, так только казалось, потому что они были совсем еще юными. В школу подруги тоже пошли вместе. И сколько бы ни было там разных интриг и новых знакомств, друг с другом это их не разлучило. Наоборот, они становились друг для друга все более весомой поддержкой. В старших классах их семьи разъехались в новые районы в разных концах города. Но несмотря на то, что жили они теперь далеко друг от друга, храня верность многолетней дружбе, после окончания школы Виолетта и Тоня поступили в один институт, чтобы не потеряться. Жизнь не стояла на месте, набирая обороты, и все шло своим чередом. Пары, оценки, зачеты, экзамены – и так по кругу. Время защиты диплома подкралось незаметно, а после него и выпускной, сразу после которого Виолетта забеременела. Об этом она рассказала скорее случайно, чем намеренно, и очень сильно удивила Тоню. Девушка никогда не дружила с парнями, и насколько была осведомлена подруга, у нее и сейчас никого не было. Стало быть, и ребенок случайный. Выведать что-то об отце ребенка Антонина, конечно, пыталась, не оставляя попыток даже после отказов, но спустя недолгое время все же сдалась. Виолетта наотрез отказывалась говорить на эту тему. Удивление очень быстро сменилось беспокойством, но как могла она помогала подруге, и во время беременности, и когда родила та чудесного сынишку. Марк очень быстро покорил сердце Тони. Она относилась к нему, как к родному племяннику, потому что к Виолетте относилась всегда, как к сестре. Да и видела, как сын радует ее подругу, пусть ей и было тяжело. В душе даже воцарилось спокойствие, только вот продлилось оно совсем недолго. Когда мальчику исполнился год, Виолетта серьезно заболела. Сначала начиналось все совсем, казалось, безобидно. Вот только девушка сразу осознала всю серьезность ситуации и поэтому легла в больницу. И оказывалась она там все чаще и чаще. Попросила Тоню не бросать сына одного, и та, конечно, согласилась. Забрала мальчика к себе. Так прошел еще почти год. Родители Антонины, Федор Анатольевич и Лариса Витальевна, собирались переезжать за границу. Этого требовал их расширяющийся бизнес. Конечно же, дочь звали с собой. И от этого поторапливали. Дескать, ребенок подруги все только усложняет, и нужно бы найти ему другое пристанище. Мама Антонины не раз предлагала поискать отца ребенка. Совершенно беззлобно. Скорее потому, что искренне считала неправильным, что мальчик растет мало того, что без родной матери, которая постоянно в последнее время находится в больнице, так еще и без отца. А Тоня, поддаваясь чувствам и беспокойствам, просила «нет». Умоляла даже их подождать. Подруга ведь обязательно поправится. Ей непременно станет легче. И вот тогда-то мальчик и вернется обратно домой. А про отца разговоры и не велись. Если раньше эту тему Виолетта старательно избегала, и было видно, как ей неприятно об этом говорить, то сейчас уже Тоня не поднимала ее. Видя, как подруге и без того плохо, и в каком тяжелом состоянии она пребывает. Несмотря на то, что на плечах Антонины была забота о ребенке-подруге, личная жизнь ее била ключом. У девушки был жених, который, ко всему прочему, был бизнес-партнером ее отца. Он тоже должен был уезжать вместе с ее семьей в другую страну, и там они планировали, наконец, сыграть свадьбу. Вот только состояние Виолеты с каждым днем ухудшалось. И как бы Антонина не верила в лучшее, мрачные мысли закрадывались в голову и не давали спать по ночам. А в один из дней Тоня и вовсе проснулась от звонка подруги, которая сообщила, что чувствует себя намного хуже и срочно ждет ее у себя. Путь до больницы показался бесконечным. Время будто бы остановилось. Машины ехали медленно, люди переходили дорогу точно так же. И это очень раздражало Тоню. Ведь с таким беспокойством в голосе подруги, казалось, каждая секунда была на счету. Могло произойти что угодно и когда угодно. Хотя надежда и вера в то, что та все же выкарабкается, не покидала Тониного сердца. Мальчик остался с родителями, не хотелось девушке вести его с собой. Пусть он и давно не видел мать, но Виолетта наотрез запретила приводить сына к себе, так как не хотела, чтобы мальчик видел ее в таком ужасном состоянии. Доехав до больницы и выйдя из машины, девушка вдохнула холодный весенний воздух. На деревьях уже набухали почки, а под снегом в проталинах распускались первые подснежники. Даже странно в такое время года думать о чем-то безысходном и мрачном. Но другого состояния Виолетты не оставляло. У входа в больницу кто-то курил, кто-то просто стоял у приемного покоя, ожидая своей очереди. В целом было довольно оживленно. На проходной Антонину уже знали в лицо, настолько часто за этот год она приходила к подруге, что уже успела познакомиться со всем персоналом больницы. Отметилась, зашла в лифт, который, закрыв створки дверей, начал медленно подниматься на четвертый этаж, где находилось нужное ей отделение. В двухместной палате подруга лежала одна, ей так и не подселили соседку с прошлого раза, когда предыдущая выписалась. Выглядела Виолетта действительно неважно. Несмотря на общую духоту, а в помещении действительно было жарко, она лежала, завернувшись в больничное одеяло и в свой собственный плед, который Тоня, по ее просьбе, привезла из дома. Волосы ее взмокли от пота, а тело дрожало, скованное судорогами. Да, годы назад девушка и представить не могла свою подругу в таком плачевном состоянии. Глаза пекло от подступивших слез, а в горле застыл тугой ком. «Привет, как ты?» – спросила Антонина, даже не надеясь на какой-то успокаивающий ответ. Это была всего лишь нелепая попытка завести разговор, сгладить ту неловкость, которую она испытывала, избавить себя хоть на миг от тревоги, услышав голос Виолеты. «Эту ночь я провела в раздумьях. Что же будет, когда я умру? Как будет жить Марк? Я не могу просить тебя вечно за ним присматривать. Все-таки у тебя своя жизнь. Да и у тебя обязательно будут свои дети с Валентином. В общем, я приняла решение». Подруга глухо закашляла, пытаясь восстановить дыхание. «Моя последняя просьба – найди отца Марка и сообщи ему обо всем». Эти слова она говорила уже сквозь совсем сбитое дыхание и звучали они слишком тихо. А потом вновь закашляла, да так сильно, что Тони пришлось звать медсестру. И, как оказалось, не зря. Та выбежала из палаты взволнованная, а через пару минут подругу на каталке увезли в реанимацию. Ни в тот день, ни после про отца Марка Тоня больше ничего не узнала. Не у кого было уже узнавать. Самый страшный кошмар все-таки сбылся. Она потеряла свою горячо любимую подругу, а Марк все еще оставался на ее попечении. Такой маленький и уже сирота. Даже при живом отце сирота. И от этого на душе кошки скребли. Похороны прошли скромно. У Виолетты было не так много знакомых и друзей, помимо Тони. Поэтому собрать всех не составило труда. Сама же девушка не верила, что этот день настанет так скоро. Она думала, что впереди у них еще так много лет дружбы, и что они вместе еще столько всего переживут. Но все оказалось не таким радужным, как представлялось когда-то. После похорон главной целью Тони стали поиски отца Марка. Вот только ничего не двигалось, она будто бы топталась на месте, ведь никаких зацепок не было. Она поспрашивала знакомых Виолетты, но никто не видел девушку с парнями. В роддоме тоже сказали, что кроме подруги никто к ней не приходил и даже не спрашивал ничего про нее. А в свидетельстве о рождении Марка в графе «Отец» стоял прочерк. Родители Антонины уговаривали, почти умоляли ее отдать мальчика в детский дом. Время поджимало, им срочно нужно было уезжать, а с ребенком этого сделать никак не представлялось возможным. Вот только Тоня для себя четко решила, что ребенка она никуда не отдаст. Виолетта была для нее как сестра. Она не могла так предать ни их дружбу, ни ее саму, ведь обещала позаботиться о мальчике во что бы то ни стало. Недолго думая, девушка решила его усыновить, а когда поделилась этим решением с Валентином, тот попытался всеми силами уговорить ее этого не делать. Но в принятом решении Тоня не сомневалась ни секунды, и, видя такое упрямство, молодой человек сообщил, что им лучше расстаться. Сказал, что еще слишком молод для воспитания детей, к тому же непонятно чьих. Предлагал ей даже выбрать между ним и Марком. Вот только на такие грязные уловки Тоня не поддалась. Коли ему не нравится то решение, которое она приняла, то им точно не по пути. Если же она бросит ребенка подруги ради мужчины, с которым знакома на самом деле не так давно, то как потом будет спокойно спать по ночам? Родители тоже не могли больше ждать и решили уехать без Антонины, условившись, что как только она решит все вопросы с усыновлением, то приедет к ним сама, с ребенком или без, как получится. Почти сразу же после отъезда семьи Тоня начала собирать документы на усыновление мальчика. Но как только дело дошло до опеки, получила отказ. Ведь семья у нее была неполная. Конечно, такие новости принесли сплошное расстройство, но опускать руки Антонина и не думала. Антонина оформила опекунство, хотя теперь о загранице можно было надолго забыть. Но девушка и не на такие жертвы была готова ради ребенка, к которому за это продолжительное время успела сильно привязаться. Марк не был похож на подругу внешне, но в привычках, даже сейчас, в столь юном и нежном возрасте, напоминал Виолетту. На работе Тоня сначала взяла отпуск, потом продлила за свой счет, но, понимая, что долго так продолжаться не может, решила уволиться и искать работу на дому. Это ей казалось единственным правильным выходом в сложившейся ситуации. Все-таки забота о ребенке занимала много времени. В любой момент ему могло потребоваться ее присутствие. Повезло, что Тоня знала несколько иностранных языков и труда найти приличную работу не составила. Находила заказчиков на переводы, и времени всегда хватало, и денег на все необходимые расходы. Да и родители не оставались в стороне, не отказывая дочери в финансовой поддержке. Однажды один из заказчиков, которому Тоня часто переводила тексты, предложил ей постоянную работу – перевод документов. Мужчина на постоянной основе работал с партнерами из разных стран, и ему нужен был надежный и проверенный временем переводчик. Именно поэтому он и выбрал на это вакантное место Тоню. Платить он обещал хорошо, даже больше, чем девушка зарабатывала на своих халтурках. Поразмыслив немного, Антонина согласилась. Все-таки и денег заработает побольше, да еще и стабильность какая-никакая тоже будет душу греть. Все же с ребенком действительно лучше иметь стабильную работу. У Арсения Анатольевича, так звали мужчину, была одна интересная особенность. Документы по почте он никогда не отправлял, привозил и забирал их лично. Обосновывал это тем, что есть большая вероятность их потери, поэтому он так и не рискует. Лучше время потратит, но зато будет уверен в их полной сохранности и конфиденциальности. Как-то раз, приехав за документами и увидев Марка, он очень сильно удивился. Сказал, что ее сын, ну уж очень сильно похож на него самого с детских снимков. Девушку это не на шутку заинтересовало. За эту фразу она зацепилась, как за соломинку. В душе появилась даже какая-то смутная надежда. Но для мужчины это было всего лишь удивительное совпадение и не более. Антонина не планировала посвящать его в подробности истории мальчика, а расспрашивать его самого о чем-то личном было как минимум не тактично с ее стороны. Поэтому, поразмышляв несколько дней над этими случайно брошенными словами и о том, как же ей в этой ситуации поступить, решила немного схитрить. Все же какая-никакая, но надежда теплилась в ее душе. С Марком расставаться она, конечно, не планировала, но так хотела отыскать ему родного отца, чтобы у мальчика была хоть сколько-нибудь полная семья. Слишком сильно и нежно она его любила. Не могла поступить как-то иначе. Да и последняя воля подруги была ведь именно такой. Как-то вечером, когда она уложила мальчика спать, полезла в старые коробки с фотоальбомами. Отыскала ту самую фотографию, о которой размышляла. На фото Тоня была с Виолеттой, их последний снимок с выпускного из вуза. Фотография возвращала ее в те далекие, казалось, времена, в которых все еще было хорошо. На душе было так тоскливо. Эх, ну не заслужила ведь подруга такой судьбы. Всю жизнь жила по совести, всем помогала, да из-за этого для себя толком пожить не успела. Еще и ребенка маленького злая судьба оставила без родной матери, грустно и несправедливо. Вот о чем думала Тоня, а редкие слезы стекали по щекам. Она отложила фотографию в сторону, убрала альбомы в коробку и спрятала ее обратно в ящик. Фото же оформила в рамку и поставила на комод в гостевой комнате. Еще недавно в этой рамке стояла их совместная с Валентином фотография. Но когда он так подло расстался с ней, она ее сожгла в порыве, эмоций, и так ничем не заменила. А тут как раз появился повод. Уже на следующий день, когда Арсений вновь привез новые документы для перевода, Тоня предложила ему задержаться у нее и выпить чашечку кофе. Расположились они в гостиной, именно там, где накануне Антонина поставила в рамку фотографию с Виолеттой. Они мило беседовали о работе, когда девушка заметила, что Арсений мельком смотрит на фото. Он то и дело бросал невольный взгляд на снимок во время разговора, и видно было, как он напряжен. Видимо, усиленно размышлял и о чем-то крайне серьезном. «Могу я спросить вас об этой фотографии, той, что стоит на комоде?» Вдруг спросил он, как-то неловко и не впопад. А Тоня в душе ликовала. Ее хитрый план сработал. У нее получилось сделать так, чтобы мужчина сам начал этот разговор. «Конечно можете», – буднично, не выдавая себя, сказала девушка, делая глоток кофе из своей любимой кружки. В комнате воцарилась напряженная атмосфера. После утвердительного ответа Тони, мужчина будто бы передумал спрашивать то, что хотел, но потом все же снова решился. «Кто с вами рядом на снимке?» Антонина грустно вздохнула, тоже взглянув на фотографию. Ее вновь окутало волной приятных воспоминаний о тех беззаботных днях. Какими же они были счастливыми на выпускном, как горели их глаза, как много было планов и надежд на будущее. Виолетта мечтала работать переводчиком, путешествовать по всему миру. У нее бы это прекрасно получилось, ведь окончила она вуз с красным дипломом, прекрасно разбиралась в выбранной специальности. Вот только беременность пустила все планы под откос. Как же сильно Тоня тогда удивилась. Так сильно, что не могла даже радоваться за подругу. Наоборот, предлагала прервать беременность, когда та ей об этом сообщила. Но, несмотря на свой угрюмый и печальный вид, от такого предложения подруга отказалась, сказала, что родит ребенка и точка. А потом и пожить сможет для себя, наконец. В голове не укладывалось, как она только планировала жить для себя с маленьким ребенком на руках. Да и создавать рано семью девушка никогда не планировала. От этого новость о том, что она так стремится рожать, никак не укладывалась в голове Антонины. Даже сама Тоня, которая всегда, сколько себя помнила, мечтала о семье и детях, не планировала обзаводиться детьми настолько рано. Хотела сначала встать на ноги, купить собственное жилье, а не жить в квартире родителей, отыскать работу поприличнее, выйти замуж за Валентина. Вот только ее планы с рождением Марка и внезапной серьезной болезнью, а теперь и скоропостижной смертью Виолетты не сбылись. Но жалеть было не о чем. Мальчик приносил в ее жизнь столько счастья. Хотелось делать для него все, что только в ее силах. Хотелось, чтобы у него-то уж точно все сложилось так, как он захочет. «Это моя подруга Виолетта», – тихим печальным голосом наконец ответила девушка, отставив кружку в сторону. Мужчина никак не отреагировал. Смотрел перед собой невидящим взглядом. «Непонятно, может, его выбил из колеи такой грустный тон Антонины?» «Она умерла несколько месяцев назад. К сожалению, такая юная была». После этой фразы мужчина будто вышел из транса. Было видно, как сильно он растерялся, как забегали его глаза от фотографии и обратно на Тоню. Девушка сразу поняла, что он что-то недоговаривает. Это было видно невооруженным глазом. Но спрашивать она не решалась, не хотела пока. Ждала, что рано или поздно он так или иначе раскроется и сам расскажет обо всем. Зато теперь она точно была уверена, они с покойной подругой как-то связаны. Оставалось понять, как же именно. Арсений поблагодарил Тоню за кофе, как-то очень быстро и хаотично собрался и покинул квартиру. Видимо, боялся, что такая реакция может вызвать лишние вопросы, на которые он не хочет отвечать. Но с того дня мужчина стал частым гостем в их доме. Приезжал он теперь не только по рабочим вопросам, но и просто так, находя разные поводы, иногда и вовсе нелепые. Но Тоня не отказывала, наоборот думала, что чем больше они будут общаться, тем быстрее она узнает ответы на свои вопросы. В один из пятничных вечеров, когда рабочая неделя уже подошла к концу и приближались приятные долгожданные выходные, он заехал в гости, привез какие-то сладости, это стало уже обыденностью. Тоня, как всегда, заварила чай и приготовила горячие бутерброды. Марк в комнате смотрел мультики по телевизору. Приближалось время, когда нужно было его укладывать спать, но он всеми силами сопротивлялся. Тем более, когда приехал дядя Арсений. О каком сне может идти речь? Было видно, как сильно мальчишке не хватает отцовского внимания. Они расположились в гостиной не сразу, а лишь после того, как Тони удалось таки уложить Марка в постель. «Антонина, вы извините меня за такой бестактный вопрос, но где ваш муж, отец Марка? Неужели он вам никак не помогает? Видится ли он с ребенком вообще? Это я почему спрашиваю? У него просто такая бурная реакция на меня. Я даже смущен и растерян». После парочки будничных разговоров этот вопрос казался нелепым и совсем не к месту, но очень порадовал девушку. «О нет, я замужем никогда не была». Когда мужчина услышал ее ответ, задумался, будто складывал какие-то сложные формулы в голове. Тоня замечала все эмоции на его лице, внимательно обсматривалась в каждую морщинку, в каждую складочку, замечала, как он смотрит временами на фотографию ее подруги и на Марка. Мнение ее о мужчине сильно ухудшилось. Сначала он казался ей очень порядочным, почти образцовым, честным. Но теперь негодяй. Вероятно, он просто воспользовался наивностью юной девушки и бросил беременную на произвол судьбы. Да, то, что построило воображение, тяжело ввязалось с реальностью. Ведь Арсений действительно не был похож на негодяя. Но по-другому думать не получалось. Ведь если эта версия не была правдой, то что такого могло случиться, такие визиты и вопросы, все более смелые и личные, стали привычной рутиной. Но с мертвой точки Тоня все равно не сдвинулась. Рассказывать ей о том, что между ними случилось, и признавать, что является отцом Марка, мужчина не торопился. И это выводило из себя, потому что все доказательства были налицо. Тут и думать было нечего. Антонина, конечно, тоже хороша. Все еще набиралась смелости сама завести этот разговор. Боялась, что ее мысли окажутся правдивыми. И как после такого она сможет у него работать? Ведь если бы не ребенок, если бы не то, что Виолетта пережила, может быть, не заболела бы и сейчас, как и мечтала, путешествовала бы по миру. А Тоня со своей семьей отправилась бы жить за границу. Да, ей эта жизненная ситуация, конечно, помогла не выйти замуж за такого неприятного парня, как Валентин. Но, наверное, рано или поздно он и так показал бы свою плохую сторону. И, может быть, у нее уже была бы другая семья. А может, и собственные дети. Слишком много в ее мыслях было этого «может». Все сложилось так, как сложилось. И как бы там ни было, ребенку все еще нужен был отец. Поэтому нужно отбросить мысли о прошлом и, наконец-то, все выяснить. Сейчас или никогда. Именно так думала Тоня в тот день, когда набралась таки смелости спросить о том, что же случилось между Арсением и Виолеттой. Мужчина приехал по обычному без повода, сказав, что нужно посмотреть, как продвигается работа над документом. Пусть они оба прекрасно знали, что надобности в этом не было. Марк спал, ведь за окном был уже глубокий вечер. Мужчина долго извинялся за столь поздний визит, но в другое время приехать у него никак не выходило. Они недолго, скорее ради приличия, обсуждали рабочие моменты, разместившись все в той же гостиной. Мужчина снова поглядывал на фотографию, только сегодня он был еще более задумчивый, чем обычно. В его глазах можно было рассмотреть напряжение и какую-то печаль. Некоторое время из-за такой эмоции Антонина даже засомневалась, стоит ли ей начинать этот разговор. Но собрав всю волю в кулак, все же приняла решение. «Я уже давно все для себя сложила. Скажите, Арсений, вы ведь были знакомы с моей подругой Виолеттой? Я не хочу вас оклеветать, но есть у меня подозрение, что вы ее обманули, а теперь не знаете, как поступить. Слишком часто вы смотрите на этот снимок, слишком много вы о ней меня расспрашиваете. Видно, что это непростой интерес, уж простите. Скажите все как есть, я приму любую версию». Антонина выпалила все на одном дыхании и почувствовала, словно тяжелый груз, наконец сбросила с плеч. Даже дышать казалось теперь легче, и сердце забилось по новой, будто шестеренки смазали маслом. Теперь осталось только дождаться ответа на свои вопросы и будь что будет. Она не надеялась услышать ничего хорошего. Так или иначе, мужчина Виолетту бросил. Одну, с ребенком, беременную. Оставалось выяснить, как. А еще стоило бы решить, будет ли он участвовать в воспитании Марка или нет. Может быть, у нее есть шанс вырваться из серых будней и повидаться с семьей? А с другой стороны, если он настолько опустившийся человек, что смог так просто бросить юную, наивную, беременную девушку? Стоит ли ему доверять заботу о ребенке, пусть и на короткий срок? Минуты в ожидании ответа ощущались, словно часы. Тело будто пригвоздили к дивану, но от нетерпения хотелось подпрыгивать. Оставалось лишь нервно отбивать какой-то, только ей знакомый ритм по собственным коленям. Мужчина не торопился отвечать. Он все еще что-то складывал в своей голове. Было видно, каким мрачным он стал после всех этих вопросов. Антонина уже потеряла всякую надежду услышать хоть что-то. Но Арсений все же решился поведать ей свою историю. Арсений в юности женился на молодой красавице Лилии. По любви, разумеется. Все у них было хорошо. Сеня парень неглупый, времени зря не терял, сумел за короткий промежуток времени построить собственное дело, которое быстро стало приносить семье стабильный и приличный доход. Со стороны жены тоже и поддержка была, и порядок дома, и вкусные завтраки, ужины и обеды. Так и прошло десять лет их счастливого брака. Одного не хватало в этой идиллии – детей. Ходили они и по врачам, и по бабкам разным, да только сделать никто ничего с их проблемой не мог. В какой-то момент они даже смирились, решили, что однажды обязательно случится чудо, и судьба им пошлет малыша. Но года три назад жена проходила медосмотр в частной клинике, и ей прямо сказали, что детей она родить никогда не сможет, как бы сильно ей этого не хотелось. Конечно, мужчина, узнав, что Лилия не сможет родить ему наследника, начал искать какой-то компромисс. И самым здравым решением из всех оказалось найти суррогатную мать. Конечно, жена не была в восторге от такого предложения. Долго противилась, но увидев искорку в глазах мужа и то, как сильно он горит этой идеей, неохотно, но согласилась. Кандидатку на эту роль женщина пообещала найти сама. Арсений был на седьмом небе от счастья. Сначала он и вовсе думал, что жена очень сильно обиделась на него и согласилась только, чтобы он отстал, а тут вроде и вовлеклась в эту идею. И однажды он вернулся домой с работы и познакомился с Виолеттой. Жена и до этого показывала ему фотографии, но он сказал, что в таком вопросе нужна личная встреча, как минимум одна, а желательно и вовсе поближе познакомиться. Все-таки гены – штука важная. Виолетта ему понравилась и красивая, и умная, и эрудированная. Он тогда долго хвалил жену за то, что такую замечательную кандидатуру нашла. Они оплатили все услуги клиники и девушке выдали наличными крупную сумму, сразу все, и оплату за оказанную услугу, и на беременность, и на роды. В этот момент в голове у Тони сложился пазл. Она вспомнила, что именно в этот временной отрезок, о котором говорил Арсений, у подруги серьезно болела мать. Она растила девушку одна, без отца, и была центром вселенной для Виолетты. Ей требовалась дорогостоящая операция, которую их мало обеспеченная семья не могла потянуть никаким образом. Но в какой-то момент, когда подруги встретились в кафе на очередные посиделки между делами, Виолетта сказала, что маме будут делать операцию. Антонина тогда очень сильно удивилась. Стала спрашивать, откуда взялась такая огромная сумма. Вот только подруга сказала, что нашелся спонсор, который все оплатил. Утаила все подробности. Непонятно ради чего. Только вот операция ее мать не спасла. Зря только пошла на такие жертвы. И вот похороны матери, беременность. Стало ясно, почему в какой-то момент ее и так тихая подруга и вовсе стала чересчур замкнутой и скрытной. Неясно было лишь одно. Почему она ничего не сказала Тоне? Ведь они с самого детства делились всем сокровенным, ничего не утаивали. Боялась осуждения. Боялась, что Антонина будет ее отговаривать. Жаль, что на эти вопросы ответить теперь больше некому. Когда оставалось несколько месяцев до родов, супруга Арсения сообщила, что у суррогатной матери случился выкидыш. Сына она им выносить не смогла. Мужчина был очень подавлен этой новостью. Но не прошло и дня, как женщина сообщила еще одну. Она уходит к другому. Объяснила она такой свой поступок тем, что не хочет больше упреков по поводу ее невозможности иметь детей. А ее новый любовник их от нее не ждет и будет любить такой, какая она есть. Для Арсения все это было ударом ниже пояса. Он никак не ожидал таких новостей. Как минимум, не подряд уж точно. Он размышлял, каким образом он надавил на супругу. Ведь он совершенно мягко предлагал ей суррогатную мать и лишь хотел, чтобы их брак стал чуть более прочным. Ведь дети – отличный цемент для семейного гнездышка. Но вышло все наоборот. А ведь она даже согласилась, вовлеклась в это дело. И теперь слышать такое было для него непостижимо. Арсений пребывал в глубоком шоке. По уши ушел в работу, чтобы не размышлять о причинах такого поступка. Не ожидал, что любимая жена спустя столько лет счастливого, как ему казалось, брака, так легко сможет бросить его. Даже выяснять ничего не стал. Просто продолжил жить, как жил. А пару недель назад Лилия появилась в его жизни вновь. Решила вернуться. Умоляла простить ее дуру за такую глупость. Да только простить Арсений не мог. Как бы ему этого не хотелось, но сердцу не прикажешь. Слишком подло она с ним поступила. Слишком сильно ранило его ее предательство. И она в порыве ярости и гнева бросила тогда, что ребенок его где-то бегает сейчас. Ведь именно она запретила суррогатной матери каким-либо образом появляться в их жизни. И велела то и делать с ребенком, что хочет. А мужа обманула, чтобы их ничего не связывало. Хотела просто все оборвать и спокойно уйти. Да только вот не смогла. И тогда Арсений решил разыскать суррогатную мать. Выяснить, что же стало с ребенком. Несколько раз приезжал по адресу, который знал еще с того времени. Вот только дверь ему ни разу не открыли. И вот, буквально сегодня, он, наконец, нанял детектива, чтобы во всем разобраться и расставить все точки над «и». Антонина была не на шутку растрогана его откровениями. Утаивать что-то смысла не было. Поэтому она рассказала и собственную историю. О том, что это сын ее подруги, которого после ее смерти она не смогла отдать в детский дом, потому что он стал для нее уже родным. Но и усыновить его у нее тоже не получилось. Ведь мужа у нее нет. И Тоня, и Арсений. Оба были шокированы таким поворотом событий. Но быстро приняли ситуацию. И теперь Арсений приезжал к ним каждый день, совсем без повода, чтобы поближе познакомиться со своим сыном. Конечно же, с разрешения Антонины. Марк очень быстро привязался к мужчине и также быстро принял тот факт, что его нужно называть знакомым раньше лишь из мультиков по телевизору словом «папа». Оставалось только оформить официальное отцовство, отчего Тоня совсем загрустила. Не хотела она отдавать мальчика вот так просто. Все-таки она тоже очень сильно его любит. Да и столько сил она вложила в то, чтобы поднять его. Столько заботилась и столько бессонных ночей провела. Но Арсений прекрасно это понимал. Поэтому предложил Тоне для начала заключить их союз, а потом уже побеспокоиться и о судьбе общего ребенка. Тоня была счастлива получить такое предложение. И, конечно же, без лишних раздумий согласилась выйти замуж за такого замечательного мужчину. Арсений прекрасно показал себя в роли отца, да и к тому же он отлично подходил Антонине в качестве мужа. У них оказалось много общего. Да и судьба свела их явно не просто так, таким хитрым и весьма непростым способом. Видимо, рано или поздно им предстояло встретить друг друга.